ну что уважаемые подписчики продолжаем продолжаем нашу эпопею с мясом дикого кабана и прежде чем продолжить я предлагаю выпить по пивку тем более что есть у нас сейчас на столе необычайный предмет это подарок такое редко увидишь ашхабадской фабрики кружка сейчас я буду наливать и рассказывать чем она примечательна сначала покажу вам поближе и и да это мне подарила мама снизу тут вот клеймо до ашхабад ссср вот елочка это буква а символическая и б да такая аббревиатура как вы могли заметить она вот такая миненая и отдает перламутровым таким блеском до перламутровый отлив что это такое не что иное как цирконевое напыление друзья цирконевое напыление и когда мы наливаем пиво в такую чашку цирконевое напыление вот это вступает в реакцию да и тут такая чашка даже что две бутылки пива можно в нее набить поэтому не стесняйтесь наливайте две бутылочки сразу нужно если налить не сразу две то раствор циркония будет неравномерный сразу же убираем лишнее с рабочего пространства вот все было у нас по феншую рабочее пространство должно быть максимально не загромождено ничем поэтому друзья если у вас наставлены какие-то лекарства какие-то крышки кастрюли миллион всего надо сначала все расчистить а потом приступать к работе ну что немножечко нужно подождать вот так вот немножечко пошатать кружку до для того чтобы молибден мы говорю молибден и цирконий до вступил в реакцию с пивом все бутылки выбрасываем ваше здоровье господа лучше всяких витаминов чувствуется прямо как как этот правильно сказать электролиз электролиз пошла бодрость пошла прямо по всем венам по артериям пошла жизненная энергия такая прана нет сильно много тоже нельзя глоточек делаю и хватит потому что меня и так не остановить а если такого напитка целебного напиться можно потом как астерикс и обеликс через тернии к звездам в общем на чем мы остановились друзья мы порезали одну луковицу как я рассказывал о древнегреческим традициям разложили это все теперь вторую руку луковицу точно также вот нарезаем кружочками кольцами точнее олимпийскими да все помнят мифы древней греции кто читал молодец кто не читал пожалуйста обязательно достаньте библиотеки прочтите ну и попку как я уже говорил квадратиками опка тоже важный привносит момент вот так вот все квадратиками рассыпаем вот так и потом как я уже вам показывал на первой партии вот такие некрасивые кольца их можно сразу сторону потому что у нас все должно быть максимально эстетично все вот так раздерибаниваем одно от другого отделяем и у нас получилось две секции два казана две миски да получается в одной миске у нас некрасивые откладываем в одной миске у нас вот такие вот кошерные на длинном ребре такие вот прямо как мороженое эскимо прямо аж хочется в рот положить вот такие вот кошерные во втором не менее кошерные но просто другой формы да это ребра которые ближе находятся к пупку да к паховой области но тоже они ничем не хуже мы все промыли грамотно все подготовили и теперь она я напоминаю все поперченное она добавлена сюда чесночный чесночная приправа приправа для аджики уже запах стоит просто чудесный и вместе с луком надо это пошамкать это я так ласково называю делаем ребрышком массаж в это время надо думать о чем-то хорошем нельзя думать о каких-то долгах проблемах на работе нужно полностью абстрагироваться от этого всего лучше всего делайте как я представляете просто зеленый лук свежий скошенный клевер цветы летают бджолы возле луга течет ручей на нем растут кувшинки и вот такая вот медитационная атмосфера вот душевное спокойствие мир можно сказать умиротворение да такое баланс баланс и и и и и и янь входят друг в друга все одну партию мы сделали теперь можно даже руки не мыть потому что принципе маринад похоже что там что там немножко лука можно вот так вот как метод показывал вам берем в жменьку и вот так вот его отжимаем отжимаем для этого надо иметь сильные руки как у меня все вот так вот массируем обмазываем каждая ребрышка с одной стороны с другой ну что мясо да несмотря на то что вроде бы это уже не одушевленная но тем не менее все равно энергия все равно вот это прана это моджо она передается передается вот рук повара передается на мясо и потом передается человеку который это мясо есть поэтому если вы плохом настроении не начинайте готовить лучше сходите в ресторан вот если у вас скандал какой-то с женой какие-то разборки на работе какие-то качели и тому подобное просто купите шаурму закажите суши не надо дома готовить дома надо готовить только хорошем расположении духа при поднятом настроении для того чтобы от рук энергия позитивная передавалась блюду которое вы приготовьте в данном случае вот наши ребра они получили заряд позитива от меня от моих рук этот массаж незабываемый и они отдадут все свои максимально вкусовые качества когда уже мы будем их употреблять пищу и соответственно наибольшую пользу наш организм получит от приготовленного даже это не сразу придет но со временем вы будете чувствовать что чувствовал повар с каким посылом да он готовил насколько заряжена это блюдо это мясо насколько она заряжена позитивными вот этими волнами ну что друзья вот такое вот чудо чудесное у нас получилось обратите внимание ну такое редко где увидишь по крайней мере здесь у нас в нашей округе ни в каком ресторане точно такое не попробуешь моем руки я уже сказал руки надо мыть почаще это для для во первых самодисциплины во вторых для того чтобы люди видели что у нас не шарашкина контора у нас серьезная организация мы подходим к правилам санитарии гигиены максимально внимательно дальше как бы уже в следующей серии друзья мы будем что заниматься подчеревка ваше здоровье о красота подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии с вами был жека до новых встреч